Приветствую вас, дорогие друзья, на очередной торговой сессии вторника, на календаре 31 мая, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Как обычно, начнем с индекса S&P 500. Индекс выполнил наши среднесрочные цели, рассматривали мы с вами, напомню, подъем в область 41.81, 42.14. Как видим, четенько мы вчера зашли в эту область и сделали пока что небольшое коррекционное движение. Тренд по средним скользящим сменился на восходящий, тем не менее, общий тренд пока еще остается медвежий. И размерность, по которой мы все еще можем подняться, а затем продолжить спуск с перспективой обновления локального минимума, она еще не достигнута. Плюс ко всему, к этой размерности она у нас приходит на котировку 4300. Здесь, как видим, есть очень хороший пивот, от которого также есть очень хорошие шансы оттолкнуться и пойти дальше вниз. Поэтому мы будем рассчитывать пока что на продолжение восходящего движения, пока тенденция вновь не поменяется. Для того, чтобы нам купить, необходимо дождаться выгодной цены, дождаться коррекции. На сегодня у нас есть два уровня поддержки, это 40.96 и 40.44. Уровень минимальной глубокой коррекции я рекомендую покупать от уровня минимальной коррекции, поскольку здесь есть зеркальный уровень, пока еще не отработанный. И плюс ко всему, есть наклонная трендовая линия поддержки. Вот такой торговый план у нас будет на ближайшую неделю по S&P 500. Далее идем евро-доллар. Евро-доллар также достаточно неплохо выросло. И, как видим, некоторые цели были оттестированы, в том числе и ранее оставленные зоны ликвидности. Сейчас тренд пока замедляется. Как видим, нечто наподобие клина у нас формируется. И логичнее будет сейчас дождаться коррекционного движения в область средних значений, для того, чтобы нам использовать восходящий тренд, купить и заработать на движении. Следующая цель у нас 1.08.194 и 1.08.624. Зоны поддержки на сегодня это 1.06.769 и 1.06.223. От этих уровней можно покупать. Стоп-лосс располагаем за данными зонами и, соответственно, отрабатываем движение в восходящем направлении. Пока что такой торговый план по евро-доллару. Обратите внимание, что на этой неделе у нас будет нон-фарм. И плюс ко всему сейчас проходит в саммит. Поэтому волатильность на данном инструменте может сама по себе быть аномально высокой. И цена может не захотеть пойти по техническому анализу, а просто по фундаменту отработать какие-то политические или экономические моменты. Для этого у нас есть дополнительные размерности, которые нам говорят о том, что мы можем спуститься в котировку 1.05.640 и 1.04.951. Это также учитывайте. Далее идем в фунт-доллар. По фунту после подъема также мы видим замедление тренда. Причем в отличие от евро, здесь уже конкретным флетом попахивает. Сначала более широким, затем более узким. Тем не менее трехсоставную коррекцию мы выполнили. Поэтому сейчас здесь, я бы сказал, есть очень хорошие шансы сходить в нисходящем направлении. Может быть даже на более глубокую коррекцию, чем нам говорит размерность. А затем уже дальше пойти в восходящем направлении на отработку тех целей, которые остались у нас сверху. Итак, давайте предположим, что пробив вот этот флетовый диапазончик с границей 1.25.894, у нас цена закрепится и пойдет вниз до вот этого диапазончика. Это у нас 1.24.985, 1.25.394. Отсюда мы можем попробовать купить с идеей отработать восходящее движение до 1.27.717, 1.28.504. В случае, если цена пойдет еще дальше, у нас есть следующая граница. Это 1.24.808. Ну и, соответственно, при закреплении ниже этой границы, если свеча будет закрываться, то мы уже пойдем к дальним целям. У нас осталась неотработанная зона ликвидности 1.24.589, 1.23.839. Поэтому, в принципе, есть куда расти и есть куда падать. Но, поскольку тренд сейчас здесь уже среднесрочно сменился на восходящий, мы будем рассчитывать именно на нисходящую коррекцию, а затем движение в лонг. Далее идем доллар-иена. Доллар-иена вчера сделала коррекционное движение в области средних значений и оттестировала сразу два диапазона ликвидности. Как видим, от первого реакция была совсем небольшая. Сейчас цена пытается скорректироваться от второй зоны ликвидности. И здесь, наверное, ключевой момент, что все-таки тренд у нас пока остается нисходящим. Поэтому я бы рекомендовал, если вы сейчас находитесь не в сделках, не торопиться, не продавать прям с текущих, поскольку цена пытается закрепиться выше диапазона средних скользящих. И это может свидетельствовать о том, что мы сделаем еще один виток восходящего движения до достижения третьей зоны ликвидности и уровня глубокой коррекции 1.28570. А вот от уровня 1.28570 можно будет уже попробовать агрессивно зайти в продажу. Пока что мы ждем. При пробое наклонной трендовой линии поддержки, формировании паттерна 1.2.3 мы с вами зайдем в рынок и отработаем движение до нижних целей. 1.26, точнее 126, 451, 126, 189. Наша зона ликвидности, наша цель снизу. Ну и дальше обновление локального минимума и следующую цель будем смотреть уже по факту. Идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец очень красиво упал по нисходящему тренду. Не было никакой практически коррекции за последние два дня. Была незначительная в пятницу, но увы я. Что будем делать сейчас? Цена практически долетела до наклонной трендовой линии поддержки. Как видим это достаточно сильная линия, которая не раз отрабатывала. И сейчас мы соответственно будем с вами ждать следующего. Линии мы так и не коснулись. Поэтому логичнее будет дождаться все-таки касания, чтобы здесь сформировалось что-то типа усеченной конструкции. И после этого мы отработаем движение в восходящем направлении коррекционного характера в диапазон средних значений. Ограниченного котировками 1.27.509, 1.28.0.15. А уже от этого диапазончика мы продадим и продолжим работать в нисходящем направлении. Так, ну по доллар-канадцу в принципе все. Доллар-франк прибывает во флете практически как и фунт-доллар, только здесь у нас тренд нисходящий. Поэтому, конечно же, в нисходящем тренде нам лучше бы продать. Для того, чтобы нам продать, необходимо дождаться коррекции. Размерности здесь не так много. Большинство из них уже, я думаю, что не отработают. Хотя, все возможно. Тем не менее, у нас есть два уровня, откуда мы можем продать. Это 0.96557 верхняя зона ликвидности и 0.97100 это размерность, несрочная размерность. Собственно, от этих уровней мы будем с вами пробовать продавать в текущем нисходящем тренде. И цель у нас находится в районе 0.94618. Так, идем дальше. Австралиец-доллар. По австралийцу. Тренд у нас сменился на восходящий. Есть цель вверху. Это 0.72739, 0.72966. Для того, чтобы нам эту цель отработать, необходимо выгодно купить после коррекции. Коррекцию будем ожидать вот в эту область средних значений, ограниченную котировками 0.7942, 0.71308. Соответственно, из этой области покупаем и ждем дальнейшего роста. Австралиец пока что единственный, кто не отреагировал на повышение процентных ставок. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время ситуация поменяется и интерес к австралийскому доллару увеличится. Далее идем в новозеландец. По новозеландцу также у нас восходящий тренд. Есть цели оттестированные, ну или почти оттестированные. Есть цель, до которых мы еще не достали. 0.65992. Ближайшая цель сверху. Для того, чтобы нам до нее добраться, необходимо сделать коррекцию и выгодно купить. Первая коррекция у нас приходится на 0.64789, но есть более дальние цели, более интересные, находящиеся немножко ниже диапазона средних значений. Это 0.644.53, 0.63.833. И здесь же есть нижняя зона ликвидности. Поэтому, конечно же, лучше было бы отработать сначала зону ликвидности, а затем пойти. В этом случае у нас был бы и больше потенциал, и больше оснований для того, чтобы покупать. Ну а отработав эту зону, здесь мы уже будем смотреть по факту. Возможно, будем открывать какие-то продажи. Далее идем с золотом. По золоту заперлись мы в фигуре, нечто напоминающее треугольник. Пока что средние скользящие не просто нам сигналят о каком-то тренде, они скорее наоборот сигналят о том, что мы вот-вот уйдем в глухой флэт. Диапазон средних значений сузился до невозможности. Сейчас цена находится в диапазоне, но тем не менее, это нам никакой полезной информации не дает. Здесь важно понимать, что тренд у нас с вами был нисходящий. Вот он. И после этого мы в такой треугольник заперлись. Поэтому, скорее всего, золото будет ждать нонфарма, и на нонфарме уж оторвется так оторвется. По полной программе. Что будем делать пока что? Пока у нас есть границы треугольника, мы будем пытаться отработать движение в рамках данной фигуры. Если цена будет выходить за границу треугольника, то мы будем следовать за ценой. Продавать, если она будет закрепляться ниже. Стоп-лосс размещать за ближайший локальный экстремум. И отрабатывать движение до ближайших уровней поддержки. Это 1833.97, 1816.07. Две размерности, два уровня поддержки. Отсюда мы можем уже открывать противоположные сделки и покупать. В конце концов, последние несколько дней краткосрочный тренд у нас был именно восходящий. Есть цель вверху. Это 1882-1889. Поэтому, почему бы не попробовать ее отработать? Такой план по золоту. Далее идем в нефть марки Brent. Нефть продолжает идти в восходящем направлении. Как мы и говорили с вами, цель наша 119.35-121.14 пока еще не достигнута. Но осталось совсем чуть-чуть. Поэтому, когда мы этой цели достигаем, здесь вполне возможно открытие агрессивных сделок на продажу. Поскольку тренд восходящий, все продажи здесь носят агрессивный характер. Поэтому, как только цена сюда подбирается, мы здесь продаем и отрабатываем движение на те размерности, которые у нас были ранее. То есть, вот эта размерность. Так, сейчас покажу почетче. Вот эта размерность. Вот эта размерность. Собственно, все эти размерности у нас идут в ход. Если мы не достигнем целевого диапазона, а пойдем на коррекцию, то у нас есть на сегодня два уровня поддержки. 117.02.115.54. Для того, чтобы нам отработать с вами в продолжение восходящего движения. И забрать вот этот маленький кусочек после достижения выгодных цен для покупок. В диапазон средних значений, я думаю, что мы уже не спустимся, чтобы потом пойти дальше. Все-таки очень хороший здесь такой прям целенаправленный тренд. Но определить, что мы можем пойти наверх, что мы можем точнее пойти вниз, можно с помощью наклонной трендовой линии. То есть, если мы спустимся, далее вот такое движение сделаем, то здесь уже, скорее всего, с большей вероятностью, мы пойдем в нисходящее направление до котировки 110.20. Куда-то примерно вот в этот флетик. То есть, к объемному уровню. Вот такой торговый план по нефти. Так, и биткоин. Биткоин достиг верхней зоны ликвидности. Я поздравляю всех, кто покупал от нижней зоны ликвидности и додержал эту сделку до верхней границы. Мы получили очень хороший профит. Тренд здесь потихоньку меняется на восходящий, так же, как и на S&P 500. Поэтому будем с вами пока что покупать. У нас есть две размерности, два уровня. 31 ровно и 30, 130. От этих уровней мы покупаем и отрабатываем дальнейшие движения по той размерности, которая у нас есть ближайшая цель. 33,723. Вот такой несложный торговый план по биткоину. Что касается возможности дальнейшего снижения, возможность, конечно же, есть, поскольку глобальный тренд у нас все еще остается нисходящим. Но, тем не менее, я считаю, что прежде чем пойти капитально вниз, нам необходимо немножко подрасти, собрать всю ликвидность, которая образовалась вот здесь, вот здесь. И, соответственно, после этого уже можно будет поговорить о том, чтобы обновить локальный минимум. На этом у меня все. Желаю вам хорошей торговой недели. Не забывайте подписываться на канал ОМаркетс. Оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. Не забывайте ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok